В этом видео будет показано только как сделать ватрушки. Как сделать основу дрожжевого теста смотрите на моем канале 1 Танюша. На этом канале вы сможете найти как сделать дрожжевое тесто опарным способом и безопарным способом. А в сегодняшнем меню будут ватрушки. В данном случае мое тесто подходит уже в течение часа. Это опарное дрожжевое тесто. Как его сделать смотрите пожалуйста на моем канале который называется 1 Танюша. Написано латиницей. Если вы не знаете как сделать дрожжевое опарное тесто наберите основы опарного теста. Или просто наберите 1 Танюша и вы там увидите в видео как сделать опарное дрожжевое тесто. Ну я вам вкратце скажу так как это ватрушки, то это сладкое блюдо. И на замес теста нам понадобится 1 стакан молока, 20 грамм дрожжей и половина порции муки. Значит муки идет 4 стакана сюда. Значит я замешала с одним стаканом. Не с 4-мя, а с одним, а потом уже добавляла. Потом оставила где-то на 3 часа подходить эту опару. Опара подошла. Через 3 часа я добавила яйца взбитые с сахаром и солью. Замесила тесто. И в самом конце замеса добавила растопленное сливочное масло. Нужно добавлять 200 грамм. В тесто для сладостей можно добавлять какие-либо специи, как корица или кардаму. После того, как мы замесили полностью тесто, оно должно подойти еще 1 час. И в данный момент это тесто подошло через 1 час. Я не знаю, если вам слышно, но раздается такой шипящий звук, и из него выходит воздух. Как вы видели, я его выложу уже на доску. Как вы видели, тесто уменьшилось в размере. Сейчас я его еще раз немножко обомну. Скатаю валик. Потом разделю на части. Столько, сколько ватрушек мне будет нужно. Ну, наверное, это будет 10 ватрушек, я думаю. Может быть 12. Может быть 10. И теперь нужно будет приготовить только фарш. Значит, ну давайте сейчас сделаем уже этот валик. Тесто нужно немножко обмять, так как очень много муки. На дне миски была насыпана мука. Вот так немножечко обомнем, чтобы вышел углекислый газ. И скатаем ролик. Вот так его немножечко растягивать. Неудобно, что доска немножко катается. Так, можно его вот так вот пожать. Так хорошо пожать, потому что там еще слышно, как выходит из него воздух. Значит, скатаем такую палочку. Не надо ей лежать, нужно будет сразу разрезать. На то количество ватрушек, насколько нам нужно, я сделаю одну. Я не буду резать, я просто отщеплю. То есть, чтобы быстро вам показать. Потом нужно будет замешать такой шарик. И этому шарику нужно будет дать постоять от 5 до 10 минут. То есть, это будет, так сказать, первая расстойка. А после этого будем делать ватрушки. Ну хорошо, вы готовьтесь, и я буду готовиться. Ну вот, поставились теперь наши шарики для ватрушек на расстойку. Будут они стоять, как я уже и говорила, 5-10 минут. Ну, теперь будем делать начинку для ватрушек. Итак, нам понадобится 200 грамм творога, 1,5 столовой ложки сахара, 3 грамма ванилина, значит, у меня, вернее, не ванилина, а ванильного сахара. Значит, у меня вот такой пакетик, здесь написано 9 грамм. То есть, не перебарщивая. Теперь нам понадобится, значит, как я уже и сказала, 1,5 столовой ложки сахара. Так. Одно яйцо. Ну, яйцо нужно отдельно разбивать, но так как я не сильно подготовилась, то разобьем так. Но лучше этого, конечно, не делать. Одно яйцо. И нам рекомендуют добавить цедру от апельсина. Цедру от апельсина. И вот это миндаль тертый. Одну, где-то чайную ложку тертого миндаля. Также у меня в хозяйстве есть кардамон. У нас называется кардамон, но вообще-то он называется кардамон. Не знаю, если вам видно, наверное, не видно. Ну, так чуть-чуть посыпем. Можно замешивать либо ложкой, либо вилкой. Я буду и тем, и другим. Все это разотрем. Тем временем наши уже колобочки подходят. Должна получиться однородная масса, поэтому я не буду тратить время, а уже сделаю отдельно. Ну, это уже через 2-3 минутки. Так как я не хочу брать вашего времени, но то, чтобы вы смотрели, как я растираю творог. Ну, стирайте творог до такой степени, чтобы вам самим он нравился. Горочка пусть постоит. Хорошо, будем сейчас делать ватрушки. Ну что ж, пока готовили творожный фарш, наши шарики уже хорошо подошли. Начинаем их раскатывать. Итак, у нас будет первая ватрушка, или первый шарик. Слегка придавим. Потом возьмем стаканчик и сделаем углубление. Чистый стаканчик. Берем фарш и накладываем в углубление. Ну вот, пожалуйста, первая ватрушка готова. Так выглядят наши ватрушки перед походом в духовку. Выпекать тоже будем при температуре 220-230 градусов 10-15 минут. И еще раз, основа дрожжевого теста смотрите, пожалуйста, у меня на моем канале, который называется Один Танюша. Там есть два вида. Основы дрожжевого опарного и дрожжевого безопарного теста. Оставляем наши ватрушки на расстойку на 20 минут. Ну так, ватрушки подошли через где-то 15 минут. Если вы не знаете, как сделать дрожжевое тесто, то, пожалуйста, смотрите меня на канале Один Танюша. Там я располагаю свои видео. Там у меня есть два видео. Одно видео называется основа опарного теста, а второе видео называется основа безопарного теста. Там, где безопарное тесто, там фотография кулича, а там, где опарное тесто, там фотографии вертушки. Значит, вот в этом видео я не рассказывала, как делать само дрожжевое тесто, а уже показываю, как делать выпечку с начинкой. Ну, еще раз покажем, как это делается. Нужно, значит, уже, когда наши изделия подошли, так называемая расстойка, то есть после того, как мы сделали начинку и оставили на расстойку. Расстойку нужно сделать где-то 15-20 минут, 20-25 минут, для того, чтобы тесто опять поднялось. После этого аккуратненько занимаемся художественной краской, так сказать. Берем и намазываем кисточкой. Если у кого нету кисточки, можно это сделать марлечкой, бинтиком, который продается в аптеке. Ну, надо так стараться мазать, чтобы края яйца не попадали, не соприкасались с нашим противенем. Ну что же, ватрушки готовы идти в духовку. И пойдут они в духовку на 20 минут при температуре 220 градусов. В этом видео будет показано только, как сделать ватрушки. Как сделать основу дрожжевого теста смотрите на моем канале Один Танюша. На этом канале вы сможете найти, как сделать дрожжевое тесто опарным способом и безопарным способом.